Ну чё, здорово народ, с вами Джон, он же на этой неделе в Дейсине 312. Сегодня мы рассмотрим в этом ролике, что же нам там заготовили Банджи в своём еженедельном новостном блоге. Сделаем мы всё это после вашего лайка, подписки на канал, проработка кокольчика, прохождение по всем ссылочкам в описании ролика для поддержки стримера. Напоминаю, что если вдруг у вас Ютуб по какой-то причине работает с перебоями, то у меня в описании каждого ролика есть инструкции, как это дело наладить. Это во-первых, а во-вторых, если вдруг вы не хотите из-за всех этих замедлений на Ютубе смотреть ролик, то можете посмотреть его на Дзене. Я туда тоже заливаю все ролики. Ссылочка опять же в описании к данному ролику и ко всем остальным есть. Плюс ещё напоминаю, что мы практически каждый день стримим на Твиче, на ВК-плее и на Ютубе, где со мной вместе можно поиграть, поздавать какие-нибудь вопросы и поучаствовать в репо-водиках. Также, если ты захочешь в один из следующих роликов опасть, можешь это сделать по помощи доната. Если сумма в 10 раз увеличится, что-то не подгружается у меня страничка. Донат Пэй, а, подгрузилась. Соответственно, как это у нас получилось у Балратюни Ингвара и Игоря, спасибо большое за косарь, получается. Также, спасибо большое всем тем, кто поддерживает меня на Бусте. Сюда мы укладываем записи с наших киностримов. Благодарю Андрея Курченко за 3 месяца Железного Горда, благодарю Василия Лукерина за 3 месяца Дрэджина и Элэс Дюды за Дрэджина. Что ж, и также Зика за Дрэджина. Что ж, переходим к новостям. Ожидается, что еженедельный блог на этой неделе будет мощным, то есть подтверждено, что прямой трансляции от разработчиков по эпизоду Эхо Акт 3 не будет, но, видимо, из-за того, что людей там поувольняли. Да, сегодняшний выпуск Туапа будет включать в себя предварительный обзор новых легендарных предметов, которые появятся на следующей неделе. Также стрим решили не проводить, потому что не хотят спойлерить экзотическую миссию. Там по сливам вроде бы она ожидается достаточно крупной. Ну, естественно, там будет и пушка экзотическая, и дропщик легендарный и так далее. Так что будем ее фармить. Знаем, чем мы займемся в сентябре, получается. Ну и ровно год назад была показана финальная форма, если вдруг кому интересно. Также в Destiny 2 в испытаниях Осириса была самая низкая численность игроков с 2021 года на прошлой неделе. Ну, понятное дело, потому что была новая карта вот эта, была в дропе импульсная винтовка, которая мало кому сдалась. Да, но здесь можно смотреть статистику. 109 тысяч у нас тогда было в сети в течение недели. Да, и, ну, вроде бы нигде за последние, там, 2 или 3 года не было таких низких цифр. Я надеюсь, банджи возьмут это на вооружение и попытаются с этим что-то сделать. Потому что, ну, не знаю, как вам, а мне вот эта вот экономика зеленых ящиков вообще не нравится в Осирисе и вообще в PvP. Ну, то есть я только-только привык к полоске слева, да, и они заставляют чем-то другим пользоваться. Ну, ладно. Посмотрим, что они написали в твабе. Он, по идее, уже должен выйти. Сейчас я обновлю страничку. Да, тваб вышел. Пойдем читать сразу. Итак, это неделя в Десни. Солнце садится в день солнцестояния. До нашего ежегодного празднования осталось... Ну, до окончания, да, ежегодного празднования осталось всего несколько дней. То есть, в следующий вторник это все дело закончится. У нас даже есть некоторые подробности об оружии, артефактных перках, акта 3. Так что вы можете начать придумывать свой следующий билд. Давайте перейдем к делу, собственно. Так. Так, темы этой недели у нас. Краткое описание эхо. Солнцестояние скоро заканчивается. Предварительный просмотр артефакта для акта 3. Новое легендарное оружие. И на случай, если вы пропустили, то сообщение от Десни 2 Тимс. Собственно, будем смотреть. Отголоски истории на данный момент. Эхо, то есть. Поскольку третий акт начинается 27 августа, мы хотели вкратце рассказать обо всем, что пережили с момента запуска эхо. Если вы не прошли все сюжетные миссии, пойду до второго акта. Имейте в виду, ниже есть спойлеры. Ну, кому надо будет, ознакомитесь. Там, я думаю, на русском языке выйдет скоро еще синематики. Так что... Перейдем сразу к делу. Стражи были отправлены на НС для исследования. Ну, то есть, тут рассказывается сюжет, да, то, как мы там встретились с одним персонажем, то, как мы победили другого персонажа, рассказывается драма там третьих персонажей и так далее. До конца Солнцестояния осталась одна неделя. Ну, в принципе, понятно, да. Соответственно, во вторник 27-го числа получается все. Солнцестояние закончится. Поэтому доделайте там украшения, доделывайте шмотки и так далее. Полный набор великолепных дозвягковых сияния. Да-да-да-да-да. Да, получите дропы, потратите максимум всего вот этого дела, завершайте триумфы. Короче, новые перки артефакта. Пришло время встряхнуть эти хорошо проработанные билды с помощью некоторых новых артефактных перков, которые появятся в акте 3. Это новый ряд артефактных перков, посвященных автоматическим винтовкам. Эти новые перки не только дают еще один вариант борьбы с воителем и перегрузком, но у вас также есть варианты повышения стойкости к урону и урона от оружия. Кроме того, в последней колонке у нас есть перк, который поможет сделать ваши билды электрические еще более разрушительными. Так. То есть у нас добавится снизу еще одна строчка в артефакте. Но новых мест не появится, так сказать. Ладно. Автомат. У нас будет с перегрузкой. Ура. То есть непрерывный огонь из автоматов будет оглушать воитель. На самом деле это достаточно интересный момент, потому что, ну, револьверы те же самые воители, мягко говоря, фигово оглушают. Поэтому, да, автоматы будут более продуктивными, мне кажется. Спасибо, Банжо. Также, авторизованный мод, зарядка. Стоимость энергии для заряженного мода значительно снижается. Окей. Также у нас тут будет устойчивый пожар. Постоянное нанесение урона бойцам из автоматической винтовки дает вам стойкость к урону. Ну, то есть нам прям... Нас прям заставляет брать автоматы вместо револьверов. Ну, что ж. Я не против, честно. Так. Таргетинг Аутулу Райдер. Пока у вас есть автоматическая винтовка, победа над противниками перезаряжает ваше снаряженное оружие и временно увеличивает насильный мир. Короче, я понял. Я беру автомат по ВЕ Банжо. Вы меня уговорили. Окей. Награждает бонусным прогрессом при нанесении добивающих ударов в окружении. Также. Шок и трепет. Когда у вас есть снаряжение под класса Молния или Призма, добивающие удары Молнии, пока вы усилены, вызывает вспышку. Молния, которая наносит урон и отрицает цели. Ммм. Ну, что ж. Электрический охотник, возрадуйся. Арсенал третьего акта. Дополнение в пути. Эхо. Привезли несколько новых мощных видов оружия, которые стали основой многих наборов. Акт 1 принес 9 новых сезонных видов оружия, включая Брэйшлайт. Брэйшлайт. Лучик света. Ага, новых. Старый. Ну, ладно. Не суть. Короче, рассказывают нам вот про все вот это. А теперь в третьем акте у нас есть еще три вида оружия, которые вы можете добавить в свой арсенал. Это спелеолог и хронограф, дополняющий набор сезонного оружия, вдохновленным Вексом Метакластом. То есть у нас будет пулемет в стилистике Вексов. Получается, пулемет с хрустального чертога подвинься немного. Ну, выглядит неплохо, да. У нас не так много солнечных пулеметов, а этот монстр с дополнительными возможностями использующий большой магазин запаса скаростельных пулеметов для усиления комбо. Такие как статистика для всех, накапливание или деконструкция и подсчет убийц. То есть он у нас будет 900 по скаростельности, у него будет 62 им ассиста. Ну и посмотрим. Лишним не будет, наверное. Третья колонка. То есть в третьей колонке у нас будут исцеляющие патроны, просветленные действия, статистика для всех. Один за всех, да. Деконструкция, прочно посаженный скользящий путь в фирме Плантед и Зависливый убийца. Ну, я думаю, надо будет либо исцеляющий магазин, либо Зависливый убийцу ставить для ПВЕ. В четвертой колонке у нас будет... С четвертого раза получится... Так, стратегист, Ададжо, один за всех, захват цели, в окружении, поджигание, я думаю, надо будет. Или Киллинг Талли, да, вот. Тоже подойдет. Так, это у нас, погоди, как называется? А, Смертельная серия, во. Хронофаг. Адаптивная... Адаптивная лучевая винтовка на пустоте. Ну, а можно было... Не, подожди, ставится, не было вроде бы. Да, 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 ладно. Окей, ну пусть будет. Это всего лишь вторая легендарная вертовка пустоты в игре, и она очень мощная. Включая мощную кубинацию, да, отталкивающие связи, дестабилизирующие патроны. Там тоже будет. Третья колонка. Стратег, элементальный конденсатор, стрельба с целью добычи, боксер... А, стреляй, подбирай, да? Боксер, кубур... Кубурас это по зарядам, безумие там, и отталкивающая связь. Окей. Четвертая колонка. Один за всех, возвышенности, хрупкий прицел, или как он там, не помню точно, но вы поняли. Захват цели, подрывник, отчаянные меры, дестабилизирующие патроны. Возьмездием мученика. К нам вернется гранатомет на волновой раме, солнечный, из... Одного из предыдущих сезонов. По-моему, сезона Рассвета он был, да. Да-да-да. Ну что ж, хорошо, хорошо. Еще один солнечный волновой гранатомет. Добавок к волновету сезона Избранный, по-моему, если я не ошибаюсь. Первый волновой гранатомет, который мы отправили еще в сезоне Рассвета, в то время он был фаворитом игроков, и он возвращается с набором своих оригинальных перков, а также с некоторыми новыми вариантами билдов. С вариантами привязки к солнечному подклассу и билдам, ориентированными на способности. Третья колонка у нас подготовка к бою, подрывник, ДТ-чиган, датчик угроз, исцеляющий магазин, кобура с автоподзарядом и завистливая убийца. Ну, наверное, кобура с автоподзарядом или исцеляющий магазин у нас будет. Также завистливая убийца тоже подойдет. Классно. Еще эта колонка у нас... Исцеляющий магазин. А, это была четвертая колонка. Я такой с четвертого раза получился сказал до этого про другую пушку. Сорян. Ошибочка. Так, из... Киллклип, то есть получается киллерский магазин, стратег, адреналин, отчаянные меры, поджигание и космическое оружие. Окей, на случай, если вы пропустили сообщение D721, скоро будет настройка предметов эзотического класса, эпизод 2. То есть в течение нескольких недель мы обсуждали некоторые планы по устранению отзывов, связанных с предметами эзотического класса. На данный момент игроки могут заработать, выполнив задание 2 судьбы, затем выполнив последующие действия двух судеб или сундуки в бледном сердце паута. Пока мы все еще ищем дополнительные источники, мы также работаем над вариантами настройками, чтобы уменьшить количество эзотических перков, претендующих на размещение ваших дропов. В ближайшей неделе у нас будет больше информации, вот приводительные осмотры, с которыми мы поделились в понедельник. Ну это ссылка у нас тут на дискорд, но я про это уже ролик делал, да, про то, что, ну вот, у нас ожидается настройка эзотических классов предметов, как это у нас есть, допустим, в осаде. В миссии на троих человек в осаде, да, где можно фармить пушки черного арсенала таким вот образом. Пожалуйста, обратите внимание, что этот скриншот из нашей сборки для разработчиков все еще может измениться с момента выхода, но мы хотели приоткрыть завесу, пока работаем над новой функцией. Кроме того, эти маленькие обозначения доллары предназначены просто для разработки. Так что да, не пугайтесь, ну а то кто-то не понял, все же поняли, все поняли, молодцы. Так, ну обновление политики ограничения запретов Destiny 2 АФК-макросы, мы про это уже отдельный ролик пилили. Действует это ограничение на вообще практически на все макросы, кроме АФК-ботов, которые используются для сохранения их. Их можно использовать, вот. Ну а скейты там всякие, фарм XP и такое, люди, когда это используют, получают предупреждение. И потом в следующий раз, ну типа с первым пальчиком пригрозят, а потом в следующий раз должны, по идее, забанить. Мы понимаем, что некоторые способы вознаграждения в нашей игре могут показаться сложными, но мы предпочли бы прислушаться к отзывам и решить проблему, чтобы заставить игроков пытаться обойти проблему с помощью инструментов, предназначенных для обеспечения доступности. Вот, то есть всю дополнительную информацию можно там узнать в Дискорде или на Реддите и так далее. Следите за последними новостями, подключайтесь к серверу Дискорд, ну да, у Банжи там есть Дискорд, где они тоже параллельно с Твичом, с Твиттером, пардон, анонсируют всякие новости. Известные проблемы, модификатор не менять местами, работает непосредственно, когда игроки меняют снаряжение между раундами БВБ. Некоторые украшения доступны для сблокировки комплектов брони в своем состоянии. Так, дальше у нас идет Добро пожаловать домой, путешествие, прекрасное и трогательное дань уважения. Это все обновления, которые у нас есть за этой неделю, мы также хотели отметить эту потрясающую комнату в стиле Десни, в нем не только масса классных предметов коллекционирования, дайте денег, дайте денег, дайте денег. Короче, на следующей неделе у нас запустится Акт 3, стрима на этот счет у Банжи не будет, но, скорее всего, будет ролик, который выйдет во вторник, где-то к 6 вечера по Москве, и также обновится информация на сайте, по идее, да, с инфой про Акт, ну или про сезон, я не помню. Хотя, вроде, в тот раз не было. Ну, в общем, ждем, надеемся, верим, что сказать. Также Банжи несколько недель назад тизерили, что они собираются рассказать по поводу 25-го года в Десни когда-нибудь, надеюсь, это будет на The Game Awards каком-нибудь или еще когда-нибудь, потому что было бы неплохо это какой-то мощной дате перевязать. Они это любят делать, так что будем следить за развитием событий, да, и, ну, кто захочет быть в курсе всего, подписываемся на мой Twitch, на мой YouTube, на все другие ссылочки в описании ролика, ну, и увидимся, когда увидимся. Лайк ставим, комментарий пишем, на канал подписываемся. Все, пойдем дальше стримить. Так. Субтитры сделал DimaTorzok